Здарова, братцы! Знали бы вы, сколько крутых проектов сейчас находится на стадии подготовки? Кое-что мы выпустим уже на следующей неделе, кое-что оставили под конец месяца, а кое-что вас ждет в начале сентября. Обещаю только одно, будет мега круто, мне кажется, вам понравится. А сейчас вас ждут новости, благо сегодня действительно есть о чем рассказывать. Буду, как всегда, двигаться по нарастающей. Понеслась. Авторитетное аналитическое агентство Global Data прогнозирует в ближайшие 4 года новый бум на умные часы. А первым шагом к этому станут Google Pixel Watch, которые представят в этом году. В общем, судя по всему, Pixel Watch все-таки представят в этом году. А если это так, то они наверняка получат новый процессор Snapdragon 4100 или 4100+. Ну, во всяком случае, я на это надеюсь, а иначе нас ждет фиаско. Хотя, надо признать, что Google довольно часто разочаровывает. Вот, например, недавно я говорил, что уже к декабрю будет полностью закрыт сервис Google Play Music. А теперь появилась еще одна новость. Совсем скоро из Play Market будет выпилен сервис Google Duo. Возникает вопрос, а что будет с умным домом Google Home, в котором звонки по Google Duo – это довольно важная часть экосистемы. Корпорация Добра обещает, что взамен она будет продвигать сервис Google Meet. Но в Google Home все еще используется Google Duo. Видимо, Google в очередной раз удалит свой старый сервис, так и не доделав новый. Ну, вот такие они, ребята. Друзья, но перед тем, как продолжить, хочу вам напомнить, что прямо сейчас на нашем канале действует три активных розыгрыша. В одном мы разыгрываем один из четырех флагманов, если то видео наберет 40 тысяч лайков, там у нас смартфоны по одной тысяче долларов. Во втором будет целых пять победителей, потому что мы разыгрываем целых пять штук Mi TV Stick. Ну и в третьем вы можете побороться за смартфон Galaxy A51. Еще раз напоминаю, условия максимально легкие. Поставить палец вверх, подписаться на канал, и все в таком духе. Детальную информацию вы найдете по ссылкам в описании. Желаю вам удачи. А вот сейчас продолжаем. Как ни странно, но на сегодняшний день главной фигурой в техно-сегменте является президент США Дональд Трамп. Он продолжает яростно гасить Китай, не обращая внимания на последствия. Вы уже знаете, что новые цели Трампа это TikTok и WeChat. Сейчас он путем давления пытается сделать так, чтобы эти соцсети были выкуплены американскими компаниями. Главные претенденты на приобретение это Microsoft, Twitter и Oracle. В противном случае эти приложения будут удалены из магазинов приложений Google Play и App Store. Но у этого есть и обратная сторона медали. Если WeChat будет удален из App Store, тогда китайцы резко перестанут покупать айфоны, потому что для них это главное приложение. То есть продажи айфон обрушатся. И тут Дональд Трамп заявляет, что ему плевать на последствия. Безопасность страны превыше всего. И если для этого придется перенести в жертву компанию Apple, значит так тому и быть. Естественно, это заявление наделало немало шума. Многие мамкины аналитики начали кричать во все трубы. Все, Apple конец. Но я бы посмотрел на эту ситуацию с другой стороны. Трамп шантажирует блокировкой TikTok и WeChat. И этот шантаж получится только в том случае, если китайцы действительно поверят в то, что президент США настроен решительно. То есть Трамп нарочно подлил масло в огонь, чтобы китайцы быстрее продали свои компании. А тем временем акции Apple продолжают расти. Поэтому спокойно, пацаны, все будет нормально. Помните, в одном из предыдущих выпусков я говорил, что Samsung не только флагманы, но и бюджетные. А серия получит поддержку обновлений на срок до трех лет. Появилось подтверждение. Вот официальный список из 38 устройств, которые получат трехлетнюю поддержку ПО. Причем Samsung обещает, что все будущие модели в рамках этих линеек тоже обязательно получат расширенную поддержку. Ну, вернее, почти все, кроме самых младших представителей Galaxy A. А еще Samsung подтвердили, что до конца этого года вся линейка Galaxy S20 получит обновление до 11 версии Android. И казалось бы, ничего удивительного, но, ребятки, для Samsung это действительно достижение. Молодцы, пацаны, исправляются. Правда, есть у корейцев один серьезный недостаток. Продавать задорого какой-нибудь бомж-эдишн. Вот, например, полюбуйтесь на качественные рендеры будущего облегченного Galaxy S20. По сути, все нормальные производители просто назвали бы S20 Lite. Но у Samsung там же сидят маркетологи. Они посидели, смекнули, что приставка Lite напрочь отбивает интерес. И решили назвать всю эту историю Fun Edition. Предполагаемые технические характеристики сейчас перед вашими глазами. И, честно говоря, не все так плохо. В конце концов, Snapdragon 865 это заявка на победу. Но заявкой на поражение станут матовый пластиковый корпус, облегченные камеры, скорее всего, не самые лучшие динамики и практически наверняка конченый ценник. Ну да ладно, не будем хоронить смартфон раньше времени. Тем более, вдруг он действительно кажется интересным. Поживем, увидим. Тем более, ждать осталось недолго. А теперь самая горячая новость за последние две недели. Даже последний матч Баварии против Барселоны волнует людей не так сильно, как война между Epic Games и двумя крупными техногигантами. Google и Apple. Рассказываю обо всем по порядку. Epic Games это американская компания, которая занимается разработкой компьютерных игр. В том числе, хитовой Fortnite. И вот, когда в Fortnite ввели возможность донатить в обход 30% комиссии магазинов, начался какой-то мрак. В Google Play этой игры давно уже нет, а теперь ее удалили и из App Store. А поскольку на iPhone нет никакой другой возможности установки в Fortnite, многие смышленые ребята, у которых на руках есть бэушные айфоны с установленной игрой, пытаются на всем этом деле заработать и продают свои бэушные поделки за 5000 долларов. Находятся и те, кто пытаются выручить за бэушный смартфон 10 тысяч баксов. Поэтому, ребятки, если у вас на руках есть древний айфон с установленной игрой Fortnite, можете попытать свое счастье. Со смартфонами на Android дела обстоят гораздо проще. Ничего не мешает вам установить Epic Games Store, просто скачав АПК файл с официального сайта. Поэтому в данном случае монополии вроде бы нет. Но Google сделали другую подлость. Оказывается, Epic Games договорилась с LG и OnePlus о том, чтобы на их смартфонах был предустановлен Epic Games Store. Но Google практически вынудила производителей смартфонов разорвать контракты с компанией Epic Games. И вот это уже явное злоупотребление своим монопольным положением. Говорят, что если Epic Games проиграет эти судебные процессы, то финансовый ущерб станет для компании фатальным. И тем не менее, шансы на победу высоки. Тем более, что Epic Games публично поддержали Spotify, Facebook и Павел Дуров. А как вы считаете, кто во всей этой ситуации обнаглел? Epic Games или Apple и Google? Кто прав, а кто виноват? Пишите свое мнение в комментариях. Продолжаем следить за брендом iQ. Давайте-ка я вам расскажу о новинках, а потом мы все с вами вместе взгрустнем. Сейчас на ваших экранах технические характеристики и официальные цены модели iQ 5 и 5 Pro. А пока вы их изучаете, я озвучу самое важное. AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 865, от 8 до 12 гигов оперативной памяти, Low Power DDR5, от 128 до 256 гигов встроенной памяти UFS 3.1 и быстрая зарядка на 120 Вт, которая заряжает смартфон от 0 до 100% всего за 15 минут. В общем, смартфоны две ракеты. Даже как-то немного грустно, что они так и не появятся на глобальном рынке. Поэтому глотаем слюни и продолжаем дальше смотреть новости. Европейская ассоциация журналистов по аудио и видеотехнике, которая поддержала в своих руках и протестировала абсолютно все смартфоны, опубликовала свой топ устройств. И это действительно интересно. Лучшим складным смартфоном стал, конечно же, Galaxy Z Flip. Тут никаких сюрпризов. Самым красивым, продвинутым, эффектным и привлекательным назвали Oppo Find X2 Pro. Говорят, что среди всего премиум сегмента этот аппарат стоит особняком. Лучшим мультимедийным смартфоном внезапно стал Sony Xperia 1 Mark II. Говорят, что у него приличная камера, большой качественный дисплей, поддержка Dolby Atmos и прочие крутые фишки. А вот лучшим камерафоном стал, конечно же, Huawei P40 Pro, который, цитирую, делает потрясающие ежедневные фотографии и ночные снимки непревзойденного качества, без нежелательных шумов или артефактов. Ну а главный титул, лучший смартфон, получил OnePlus 8 Pro, который назвали самым сбалансированным смартфоном по всем параметрам. В общем, я уже сто раз говорил вам, не зря смартфон OnePlus дорожает. Это уже не просто какие-то убийцы флагманов за полцены. Это самые настоящие трушные флагманы, которые дают по щам другим игрокам рынка. В одном из предыдущих новостных выпусков я вам говорил, что компания ZTE готовит первый в мире смартфон с подэкранной фронтальной камерой. Так вот, появились новые подробности. Недавно аппарат прошел сертификацию в TINA, а буквально вчера появился официальный рекламный постер с названием смартфона ZTE Axon 25G. Презентация в Китае запланирована на 1 сентября. Ну что, ребятки, вот мы и дождались. Наконец-то на рынке появится первый смартфон с подэкранной фронтальной камерой. Если это сделало ZTE, я уверен, что, ну, в следующем году буквально все бренды потянутся, и это станет мейнстримом. Осталось только посмотреть, какого качества будут получаться снимки. Надеюсь, хотя бы терпимого, потому что, ну, ни на что больше лично я не рассчитываю. Ребятки, мы уже много раз говорили о проблемах Huawei и комментировали то, как компания парирует все удары со стороны США. Но в этот раз, скорее всего, не получится, потому что выхода из этой ситуации попросту нет. Каким образом бренд справлялся раньше? Нет Google сервиса на новых смартфонах? Не проблема, потому что есть App Gallery и возможность установки габсов вручную. С патчами безопасности самого Android все было о, как и актуальными версиями зеленого робота. Также многие новинки получали старые процессоры. Все вы помните историю с Kirin 710. Этот процесс не попал под санкции, поэтому Google сервиса есть, и, собственно говоря, никаких проблем, кроме слабого железа, нет. Но вот в чем дело. Главная лазейка в скором времени будет прикрыта. Проблема с патчами безопасности и свежими версиями Android была решена до 13 августа этого года из-за наличия временной лицензии, выданной Министерством торговли США. Как вы поняли, на сегодняшний день ее срок истек. Знаете, что это означает? То, что в будущем смартфоны Huawei и Honor не будут получать обновления ПО и патчи безопасности Android. Кроме того, устройства не пройдут сертификацию SafetyNet, что повлечет за собой невозможность функционирования платежных и банковских приложений, а также ряда игр. Простыми словами, если лицензию не продлят, а ее не продлят, об этом уже официально заявили, именно сейчас Huawei ждет полная срака. И вы думали, это все? Нет, вы ошибались. Дальше будет ад. Вчера администрация Трампа объявила, что будет и дальше ужесточать санкции в отношении Huawei. Только следующий шаг будет несколько отличаться от предыдущих. В этот раз они запретили устанавливать чипы в смартфонах компании с использованием американских технологий. Раньше речь шла только о фирменных процессорах Kirin. Но об этом мы и так знали. Кстати, уже 15 сентября TSMC прекращает их производство. Сейчас же можно сделать вывод. Для того, чтобы таким чипмейкерам, как Samsung и Mediatek, продавать свою продукцию Huawei, нужно получать разрешение у США. А как вы думаете, они пойдут на сделку или нет? Вот именно с этого момента начинается настоящий ад. Я искренне надеюсь, что компания как-то найдет выход из этой ситуации. Потому что, ну, бренд действительно подавал большие надежды. Взять хотя бы свежий патент с экраном возле блока камеры. Или смартфон с подэкранной фронталкой и сканером отпечатков пальцев по всей области экрана. Над последним вариантом они пока только работают. В планах бренда нечто подобное появится в массовых продуктах не ранее, чем через пару лет. И то это предварительная информация. Давайте лучше завершим новости Huawei информацией о Mate 40, которые должны представить в сентябре месяце этого года. Если вкратце, смартфона будет три. Вероятнее всего, обычный Mate 40, 40 Pro и 40 Pro Plus. Или 40 Pro Porsche Design. Все известные технические характеристики перед вашими глазами. Как всегда, смартфоны будут брать инновациями и нестандартным дизайном. Предполагаемые цены мы также добавили в таблицу. Кому интересно, ставим на паузу и знакомимся. Сяомисты всего мира ждут выхода Redmi Note 10. И, ребятки, я вам обещаю, что в скором времени я вас подогрею свежей информацией. А пока мне хочется вам рассказать об абсолютно новых смартах, которые будут выпущены специально для глобального рынка уже в конце сентября месяца. Мою почту уже забомбили китайские агентства. Xiaomi на конец сентября месяца готовит активность. Будут представлены два смартфона, которые однозначно станут хитами продаж. Разумеется, меня все это дело взбудоражило. И я сразу же побежал к своему информатору. И у меня, дорогие зрители, есть для вас эксклюзив. Речь идет о двух смартфонах. Mi 10T и Mi 10T Pro. Это абсолютно новые устройства. Не какие-то переодетые китайцы. А абсолютно новые смартфоны. Обещает Amoled-экран с повышенной герцовкой. Точные цифры мне не называли, но по логике вещей это будет либо 90, либо 120 Гц. Что, согласитесь, уже хорошо. Процессор точный Snapdragon, не Mediatek и с поддержкой 5G. Поскольку речь идет о субфлагмане и флагмане, 690 я отбрасываю, остаются только 765 и 865 соответственно. Главный вопрос, который меня сейчас беспокоит, как они обыграют вырез для фронтальной камеры. Потому что, вы помните, основная фишка нынешнего хита продаж Mi 9T это отсутствие каких-либо вырезов. Перископическая фронталка. В общем, ребятки, вопросы еще остаются. Но одно я знаю точно. Конец сентября обещает быть жарким. Стримы, розыгрыши, обзоры и вот это все. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Вы удивитесь, но из стоящего по Xiaomi сегодня все. Нет, я вам, конечно, мог рассказать о новой умной урне компании, о фейковом Poco X3 и о том, что, по мнению главы бренда, Mi 10 Ultra это самый лучший смартфон в мире. Но, на мой взгляд, все это шлак, который недостоин моей аудитории. Не забывайте ставить пальцы вверх. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Делитесь этим выпуском со своими друзьями, если он вам понравился. Обязательно участвуйте в наших розыгрышах. Все ссылки оставлю в описании. И да пребудет с вами Android. Пока-пока. Продолжение следует...